При получении, пожалуйста, дождитесь соединения. Аттен, держу на слабо ГАИ, капитан милиции Самысел. Слушаем вас. Здравствуйте, капитан. Вас беспокоит Главацкий Павел Николаевич. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, а у вас такие честные, порядочные и смелые инспекторы, сотрудники ГАИ, как Чикезов, Кухаренок, Кадетов, Пашкевич, они работают еще? Да, работают. Работают. Вот любителю составлять протоколы на пешеходов Кадетовым есть работа. Я сейчас вам скину на Вайбер, у вас там же есть мобильная связь, да? Да. Скину фотографию. Там вот президент Лукашенко в группе с другими людьми, велосипедистами, идут по проезжей части при наличии двух пешеходных дорожек по обоим сторонам. Вот пусть они проведут проверку и составят в отношении их протоколы. Ну, там же была акция, наверное, там же не просто так. У нас тоже, когда в Гомеле проводится акция, перекрывается движение, и велосипедисты едут по проезжей части. Об этом никому объявлено не было, сопровождения никакого нету, не было, ограничений никаких не было. Ладно президент неприкосновенный, а другие граждане, которые его сопровождают, велосипедисты? Это было, наверное, на акции, раз они ехали. Это в ГАИ города Минска надо вам обращаться. Мы в ГАИ города Гомеля, мы только по Гомелю разбираемся. Ну, вы в любом случае можете заявление принять, провести проверочку. Вот Кадетов любит этим заниматься, да? Он же очень компетентный, очень честный, очень знающий законодательство. Честнейший человек, вот пусть он состоит протокол. Ну, там еще раз говорю, там, как вы говорите, фотография была, это была акция, наверное, взяла пробег какой-то. Это не акция была, это рабочая поездка была. А, ладно, это касается президента. А другие граждане почему ходят по проезжей части при наличии пешеходных дорожек с двух сторон? Ну, совместно с президентом они уходили, наверное, в эту группу. На каком основании, какая норма закона освобождает их от административной ответственности? Вот пусть Кадетов протокол составит, он же такой боевой парень. Я говорю, Кадетов сотрудник города Гомеля, он на Минск к этому отношения не имеет. Ничего страшного, он там проверку проведет, как напишет, как дашь пояснение, видение действующего законодательства и действия этих граждан. Он же нормальный сотрудник? Давайте числа, какого это было и где это находится. А я вам... Нет, подождите, давайте мне время, место и где это произошло. Я записываю, а потом фотографии, это как дополнение вы скинете. А давайте я вам статью скину, да, вот журналисты это осветили. Нет, так как... Я вам скину, там и фотография, там и место, и улица. Нет, подождите, Павел, извиняюсь, как отчество? Главатский Павел Николаевич. Ой, я просто давно вы не звонили, подзабыл уже. Павел Николаевич, давайте, пожалуйста, так. Так, вот у нас вы сообщаете о каком-то правонарушении. Вы должны... Как я вижу, да. ...сказать, где это произошло. Я должен это записать, время. Может, там фотомонтаж какой-то, то же самое, говорите, статью. Совершенно верно. Понимаете? Может, это кто-то что-то наставил на проезжую часть, выстрелил людей и все. Совершенно... Вы тоже правильно говорите. Вот, необходимо проверку провести по этому поводу. А я, чтобы быть объективным, да, то есть я сейчас увидел фотографию, но не прочитал статью в СМИ, информация открыта. В том числе и БТ передавала, и ОНТ, то есть проправительственные вот эти каналы. То есть это освещено все это. Вот хочется, чтобы проверку провели. Нет, так опять же как? Так я вот, допустим, я даже буду передавать партицитериальности. Кому я? Куда это передавать? Проверку это не наше ГАИ будет все равно в любом случае проводить. Я понял. Так я говорю, вы мне, пожалуйста, номер телефона или на мой телефон позвоните с мобильного телефона, и я вам всю информацию перекину. МТС, сейчас я вам скажу. А вы мне перезвоните, чтобы у меня остался телефон ваш. Вы же мой телефон знаете? Плюс 374. Я скажу МТС, телефон вы добавьте и сбросите нам. У нас вайбер на МТС. Ага, хорошо. Вы коды готовы писать? Да, да, у меня разговор пишется с вами. Код 33. Да, 33. 680. 680. 70. 70. 10. 10. Хорошо, сейчас я пришлю вам ссылку на средства массовой информации. Там указана улица, место, все указано. И когда это было? Хорошо. Все, спасибо. Давайте.